Один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Волейболистки Тюменя-Тюмгу внезапно оказались в яме. Домашние встречи с предпоследней командой высшей лиги А, импульсом из Волгодонска, сложились из рук вон плохо. Причин тому несколько. Попробуем разобраться в них подробнее. Сибирячки были биты одним из аутсайдеров чемпионата по всем статьям. За дуэт матчей они не сумели взять даже сета. В противостоянии под номером один тюменки, по мнению их старшего тренера, показали худшую игру в сезоне. Ответить однозначно на вопрос, победа гостей состоялась благодаря или вопреки, сложно. Но установку девушки импульса старались выполнять совсем чанием, а не пропускать мимо ушей. И что еще важнее, их желания совпали с возможностями. То, что мы сделали перед игрой, то, что мы разбирали соперника, ближе к 100% где-то была выполнена, я думаю. И по подаче, то, что мы подавали туда, куда надо, и на блоке перекрывали направление то, которое нам надо было. Ну и с первыми темпами тоже получилось у нас на блоке в конце где-то игры. Не в начале, а в конце игры. Можно было ожидать, что на следующий день подопечные Валерия Рожкова сотрут своих соперниц с лица земли. И вчерашнее поражение спишется на недооценку. Но сценарий изменений не претерпел. Снова разгром 0-3. И вот здесь уже стало очевидно, что в команде существуют проблемы не только психологического характера. Эмоции. Мы много игр выигрывали именно эмоциями. Здесь эмоций никаких. Видно, как раз подкатила усталость. Четвертый тур подряд. Почему опять такие провалы собственных ошибок? Если сравнить с импульсом, выходят, прыгают в полную силу. Где-то не хватает все-таки силы. Плюс травмированный Ламбина, и у Косолаповой была проблемка, и у Куршины плечо. Эмоциональная стагнация и очередь в лазарет – беды, через которые рано или поздно проходят все клубы. В конце концов, вряд ли гости действовали с эйфорией, имея в активе только шесть побед за сезон. Да и в Тюмень команда Сергея Буркина прибыла лишь с тремя запасными. А потому мы решили копнуть поглубже и отыскать практические проблемы. Первый матч вчера мы провели просто как-то лениво. У нас не было ни заряда, ни какого-то настроя на игру. Но сегодня игра была получше, но мы не можем забивать до пола. Мы если что-то в защите тащим, то это потом не забивается. Блок у нас тоже не работает. Там заколачивают вообще все мячи. У нас же совершенно такого нет. И в чем причина, не можем понять. Когда есть передача нормальная, когда есть доводка, тоже все хорошо. Но не забиваем до пола. И ты не говоришь, что у них такая хорошая защита. Это просто мы слабо бьем. Спортивная ирония непобедима. Лучшим игроком обоих матчей была признана воспитанница тюменского волейбола Анна Поспилова, которая находилась по ту сторону баррикад, защищая цвета импульса. Во-первых, для меня это первый опыт. Я впервые уехала из Тюмени, из родных стен. Но скажу, что играть немного непривычно, тяжело. Как-то руки, ноги плохо слушаются. Но пыталась играть, навязывать свою игру. Мандраж был в основном уже в раздевалке перед игрой. Когда уже выходите, у меня руки начали потеть. Как бы такое волнение небольшое. Но потом первое касание мяча и как-то все ушло. Так чем же стали результаты матчей против Волгодонска? Совпадением или закономерностью? Узнать это можно будет в следующем туре, который сибирячки проведут на выезде. 24 и 25 марта их будет ждать Тулица.